Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин и это платформа по обучению компьютерной графике J-Centers, это базовый курс по рендер Redshift. Самое главное для меня это не тратить твое время, потому что именно поэтому ты можешь сейчас уснуть. Итак, давай начнем с понимания, зачем тебе это, а дальше внедримся в совершенно новую форму обучения, от которой ты больше не сможешь смотреть уроки по 3 часа. Что такое Redshift? На данный момент это самый быстрый GPU рендер для различных 3D пакетов. GPU это графический процессор, используя всю его мощь и интеллектуальные методы сэмплирования, Redshift является самым быстрым в мире средством визуализации. С помощью него все кубики и шарики и самые обычные предметы становятся произведением искусства, особенно в Инстаграме. Redshift поддерживает рендеринг OpenVDB, это форматы, которые создают шикарные облака, дым, огонь и т.д. во всех 3D пакетах. Невероятно гибкий интерфейс, который бросает вызов фристайлить и создавать невероятные материалы. Поддержка трех слоев поверхностного рассеяния для кожи, куча настроек для волос, визуализации больших лесов, огромное множество AOV для обработки в After Effects, поддержка плагинов Forest Park, Ornatrix и многих других, гибкая настройка частиц и сплайнов и огромное множество других фишек. ThreadShift визуализирует миры, концепт арты, мультфильмы, кино, жидкости, снег и всевозможные материалы. И на данный момент популярность этого рендера только растет. Если ты изучил один рендер, то пересесть на другие 3D пакеты или рендеры не составит особого труда, так как отличия только в расположении самих кнопок или функций. Отлично! Приступим к изучению самой программы. Чтобы понять все особенности и начать изучать программу, необходимо понимать все ее инструменты, иначе просто обычные тупые примеры ни к чему не приведут. Ты будешь понимать только пример, а вот сам ничего нового не создашь. Скачать или купить программу ты можешь на официальном сайте Redshift. Также там есть демка, ну или скачать сам знаешь где. Итак, доступ к программе открывается со всех окон, которые ты можешь увидеть в программе. Я работаю в 20 версии Cinema 4D. По различным установкам плагина на твой компьютер можно уточнить в нашем отличном телеграм чате. Первая вкладка находится в верхнем меню Cinema 4D. Она так и называется Redshift. Клацаем по вкладке и у нас вылезет куча параметров, которые ты можешь вытащить потянув за гребень вот здесь, и переместив в нужное тебе место. Но мы будем смотреть именно в верхнюю вкладку. Смотри секрет. Если ты не понимаешь то где находится, достаточно вглядеться в сами названия по иерархии. То есть мы видим такие подвкладки, как Object, Light, Camera и Material. Если ты ищешь создание чего-либо, достаточно просто посмотреть. Очень часто бывает так, что мы придаем значение всему так, что кажется как будто все это писали инопланетяне. Но каждое значение имеет свое название и это оправдано. Давай по порядку. Объект в Redshift это такие параметры, которые просто не сформулировали отдельную группу и их запихали в одну папку, но это грубо говоря. У нас здесь создание текстурных карт, объемный свет и шикарные лучи бога. Создание реалистичного неба и солнца. Управление прокси, а это значит преобразование объекта в очень простой и быстро просчитываемый формат для программы. Ну потому что если мы создадим огромное количество объектов в сцене, то это в большей мере заставит потеть Cinema 4D. Так что этого можно избежать. А что у нас, а также Volume, который может читать формат VDB, экспортированный из Houdini или преобразованный с помощью плагина Turbulence FD для взрывов, огня, дыма и т.д. Далее Light. Это источники света. То есть всевозможные источники света, которые присутствуют в данной программе. Я к тому, что здесь не может лежать какая-то геометрия или материалы. Это только источники света. Где ты выбираешь нужный, позиционируешь и готово. В данном случае самые популярные виды источников это Dome Light, Area, Point и Spot. Обо всех видах объектов и источниках рассказано в полноценном курсе. Далее идет камера, которая по своему виду обещает что-то невероятное. Но кроме стандарт, я больше чем уверен, ты пользоваться не станешь. Затем материалы, которые придают любому 3D объекту реалистичный вид. О них мы поговорим чуть позже. Далее инструменты для запекания текстур и Render View, который находится чуть ниже, остальное на данный момент знать не обязательно. Render View это окно, где видна визуализация того, что видно в окне превью Cinema 4D, то есть вот здесь, пока не торопись. Снизу мы имеем окно с материалами, где ты создаешь определенный материал, в котором продолжаешь работать. Давай зайдем в Create Redshift, Material и Material. Как видишь там есть еще разная куча материалов, которые созданы под разные задачи. Если мы кликнем два раза по материалу, у нас откроется Shader Graph, который основан на технологии экспресса с нодовой системой. Да, Redshift это ноды. Но не пугайся, это лишь одни преимущества. В уроке про материалы я покажу. Здесь все очень просто. Но пока ладно. Ну и последнее наполнение Redshift в Cinema 4D это теги. По любому объекту правой кнопкой мыши Redshift X и вот. Это вспомогательные функции для объектов, которые есть в твоей сцене, для камеры ее фишек и для 3D объектов. Вот и все. У нас есть 4 составляющих всей программы, где находятся все необходимые инструменты. Но вот то, что они в себе таят, это просто круть. Поэтому давай разберем принцип, чтобы ты уже с лету что-нибудь попробовал. Во-первых, какая последовательность действий происходит при создании композиции? Первое. Открываем Cinema 4D. Второе. Импортируем или создаем 3D модель, дабы собрать сырую композицию. Третье. Нажмем на эту кнопку и поставим Redshift в качестве текущего рендера. Включим Render View для просмотра результатов, которые будут здесь появляться. Далее. Четвертое. Добавим HDR, то есть полноценную картинку на 360 градусов с отражениями и светом, как на картинке, и источники света для корректировки нужного отображения. Ну или вообще что-то одно, в зависимости от нужного результата. Создадим нужные материалы и добавим какой-либо из них на нужный объект определенным способом. Какой-нибудь Vertex или Selection. Ну пока не парься, который я покажу в дальнейшем. Выставим камеру, фокусное расстояние, поворот и т.д. Здесь же можно выставить боке. Это замыливание заднего или переднего фона, в зависимости от указанного расстояния. А то и заднего и переднего. Выставляем нужные настройки рендера и уже клацаем по конечному рендеру. Готово. Ну вот карта у тебя уже есть. Первое, что нам необходимо, это 3D модели. У нас в курсе есть необходимая база моделей и текстур для построения шикарных композиций, но ты можешь смоделировать какой-либо объект сам, скачать или купить необходимые модельки в интернете. Нам необходим формат OBG, FBX или Cinema 4D. То есть C4D. Все форматы можно посмотреть в файл, экспорт и вот здесь смотрим все необходимые. Я взял модельки от CJ-Access, будем работать с ними. Теперь в ускоренном режиме пройдем все эти функции и ты уже поймешь, что это совершенно не сложно. Останется лишь разобраться детальнее. Ну, поехали. Набрасываем нужную нам композицию из имеющейся модели. Я закинул сюда наушники, часы и iPhone от яблочников. Начинаем позиционировать, передвигать, вращать все наши модельки так, чтобы они выглядели более-менее укомплектованно и стильно. Создаем плейн для того, чтобы поместить наши объекты на какую-либо плоскость. Ну, а дальше будем с ней работать. У меня нет сейчас какой-то определенной картинки, поэтому постараюсь сделать какую-то демку для того, чтобы с ней можно было работать дальше. Желательно, конечно, изначально набрасывать то, что тебе нужно. В данном случае будем фристайлить. Здесь нет ничего абсолютно сложного. Просто подобрать ракурс. Далее я включу окно Redshift, Render View, запущу, чтобы начать рендер. Сразу же создам камеру. Угу. И да. Если ты создаешь что-либо в разном порядке, в этом нет ничего страшного. Для меня в какой-то определенный момент удобнее работать изначально с поставленным планом, чтобы подстраивать картинку под него. Ну и иногда бывают ситуации с анимациями, когда ты сам не знаешь чего хочешь. И в этих случаях я не выставляю композицию сразу. Так вот. Я закрепил эту камеру в Render View, чтобы была возможность выйти из камеры и продолжать работать. Но при этом в окне рендера воспроизводилась именно камера. Следом создам домлайт, это освещение на 360, о котором мы говорили, и добавлю сюда какое-нибудь классное небо. Материалы, текстуры и т.д. лежат у нас в телеграмм канале. Обязательно подписывайся. Начинаем потихонечку шлифовать ракурс и добиваться хорошей картинки, которая тебе нравится. Ну путем мелких правок, то там, то тут. Выберем вот такой ракурс нашего HDRi. Угу. Чтобы тень падала в определенное место. А вот так и свет затенил весь главный участок, чтобы создать интересный контур. А под главным я подразумеваю, что тень падает на лицевую сторону камеры. В окне Render View имеются настройки, где ты можешь немножко подровнять цвет, как тебе нужно, который можно уже будет сразу вывести по итогу. Для какого-нибудь интересного освещения необходимо создать еще дополнительные источники света. В данном случае это Aerial Light. Это источник что-то в стиле софтбокса. Начинаю играться. Очень часто в рекламах можно заметить классный блик, который идет поперек самого устройства. Ну где есть экран. И вот как раз мы попробуем сейчас это сделать с помощью этого Aerial Light. Потому что он позволяет отражаться в объектах. Все выглядит офигенно и реалистично. Пока не заморачивайся вообще. Сама суть здесь в том, чтобы показать, что все это делается буквально в считанные минуты. Ну у меня по-другому и не бывает, а то все сложно и сложно. А создаем еще пару источников света, чтобы сделать вот такой интересный контур сзади. Теперь смотри, наша сцена полностью освещена. Мне очень нравится. Что у нас далее? Есть материалы, которые находятся внизу, уже заранее добавленные в эту сцену. Это самые обычные материалы разных цветов. Здесь нет ничего особенного и чего-то такого, что нужно было бы сидеть и настраивать. Это стандартные материалы металла, пластика, которые я просто переконвертировал. Я специально не буду сейчас залазить и рыться там, для того, чтобы показать тебе, что даже вот с этими действиями, которые мы сделали, уже может выйти офигенно в конце. И единственное, для разнообразия я добавлю снизу материал вот такого льда. У нас уже сразу имеются классные текстурки того же CJ-Access, который я просто добавлю на нашу нодовую систему. О которой я скажу чуть позже. Пожалуйста, не бойся. Это очень крутой инструмент. Итак, начинаю просто распределять туда, где должно находиться. Normal – это выдавливание, мы просто меняем его путь на ноду, которая является нормалом, ну по своей сути, по своей структуре. Если мы отрендерим, то сразу заметим это изменение. Hate – это выдавливание по геометрии, то есть вся наша сетка будет выдавливаться вверх. Glossiness – это регулировка отражений, которые есть на нашей плоскости. Ну и diffuse – это цвет, ничего сложного здесь нет. Оу, даже стихи. Ааа, окей, дальше нужно будет просто ковыряться в настройки, которые я очень сильно продетализировал в нашем полноценном курсе. И как раз добавляем тег, чтобы наш дисплейсмент работал. Это просто обычный ритуал, который нужно делать постоянно. Он необходим везде. Еще немножечко подкрутим, повертим… отлично. Немного поиграемся со светом, чтобы было поинтереснее. Теперь добавим анимацию на нашу камеру, как будто бы она приближается вперед. Мы ставим ключик в начальной позиции на нашей таймлинии, а потом допустим на 63 кадре. Все воспроизводим без рендера и видим, что такую анимацию примерно и хотим. Далее сразу же заходим в настройки рендера, добавляем сэмплов. Эта штука позволяет убрать шум, который изначально находится на низких сэмплах самого рендера. Чем выше сэмплы, тем лучше качество. Все это можно настраивать детализированно, а вон там снизу. Это пока что для понимания, что это здесь есть. Все. Поставили сэмплов побольше. Выбираем разрешение 1920 на 1080. Выставляем сэмплов еще чуть-чуть побольше из-за того, что разрешение увеличилось. Далее меняем анимацию, то есть те кадры, которые нужно просчитывать. Выбираем путь, куда сохранять и вот такой. Ага. Результат мы получаем. Вот тебе пример того, как ты можешь использовать продукт. Какие инструменты ты получаешь для того, чтобы показать людям то, чего не существует. Многие люди с незамыленным глазом подумают, что это реальная графика. То есть реальная картинка. Настраивать и создавать классную атмосферу. Заставить человека вглядеться, всмотреться в что-то. Это инструменты, которые безграничны. Потому что дело не в том, какие примеры ты смотришь и повторяешь. А в понимании кнопок, функций, чтобы ты смог создавать по-настоящему что-то новое, что-то свое. Ху, отлично! Переходи к следующему уроку, где тебя ждет офигенная композиция, с которой мы будем работать в оставшихся уроках. Переходи скорей!